Я не считаю наших таджиков мусульманами. Пусть меня все убьют за это и покидают в меня кучу камней. Я не считаю ислам, который пропагандирует в Таджикистане и который здесь вот так вот на показуху все делается, как бедный КФС открылся и все стали думать, какая там курица, халяльная или не халяльная. КОНЕЦ 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 Да, это с латинского переводится, фема, да, это обозначает. Вообще правильно, да, феминизм это движение, которое поддерживает и борется за права женщин. Оно не борется против мужчин, для того, чтобы побить вас, там, я не знаю, поиздеваться, поругаться, не выходить замуж за вас и все такое. Феминизм это движение за права женщин. С Великобритании в начале, в конце 19-го, в начале 20-го века было очень много суфражисток, тогда их называли суфражистки, которые боролись за то, чтобы получать равную зарплату наравне с мужчинами. Например, фабрика обуви, вы работаете, рядом работает женщина, вы так же, как и она, шьете обувь, шьете кожу, прошиваете, но получаете больше только потому, что вы мужчина. И женщины вышли на улицу, кстати говоря, одни из них тоже были лидеры советской идеологии, и Зоя Космедемьянской, и Роза Люксембург, и они очень сильно боролись за то, чтобы получать такую же зарплату, хотя бы из-за этого. Потом очень долгое время, например, женщины не могли голосовать, выбирать, например, политических лидеров, но это уже другое движение феминизма. Ну, это патриархальные установки, вы знаете, это патриархальное общество, которое... Очень многие мои друзья, мы с ними, вот когда начинаем про это говорить, мы у нас есть табу, вот с моими друзьями-мужчинами, мы не говорим с ними про политику, про религию и про феминизм, потому что если мы начинаем говорить про феминизм, мы начинаем ругаться. Но я вам скажу, что патриархальные установки очень интересная вещь, и это как бы уже даже, можно сказать, скоро будет наукой, потому что в нашем обществе, у нас традиционное общество, да, у нас есть гендерные роли. Вот ты родилась, ты женщина, ты уже по рождению женщина, если ты девочка, ты же девочка, то есть ты обязательно должна себя вести как девушка, у тебя не должно быть вообще никаких увлечений, которые могут быть недевочковыми, да. У меня, например, дома то же самое было. Мой отец очень-очень серьезный, патриархально настроенный мужчина, моя мама очень патриархально настроенная мужчина, ой, женщина, извините, патриархально настроенная женщина, и для нее вот она жена, он муж и все такое. Для меня это уже, честно говоря, пережитки. Я считаю, что мужчина и женщина это прежде всего два партнера, а не просто вот я муж, так как я сказал, так и будет. Если я захочу, ты будешь работать, если я захочу, ты будешь учиться, если я захочу, ты пойдешь в гости, и с кем я захочу, ты будешь общаться. Вы знаете, я не агрессивная абсолютно, я не могу говорить человеку, что он дурак, например, я не могу это сказать, я просто, знаете, не настаиваю. Если для человека феминистка это женщина с открытой грудью и волосатыми подмышками, то о чем с ним можно говорить? Со многими нашими мужчинами вообще, в принципе, обсуждение темы феминизма это как обсуждение, знаете, космоса в какой-то степени. Да, нет, я вас понимаю. Просто если Джаво Бесах, то как вот сказать человеку, сказать, что почитай, есть очень многое, да, всего, что можно. Ну, Мария Арбатова феминистка, ей это не помешало стать писательницей. Джоан Роллинг феминистка, она написала Патериану и стала одной из самых успешных женщин в истории писательской вообще деятельности. Агата Кристи была феминисткой, Эмма Уотсон, голливудская актриса, которая играет диснеевских принцесс, тоже феминистка. То есть женщина, которая имеет какие-то сейчас права, то есть право учиться в университете, быть врачом или еще что-то, она должна, не должна, она хотя бы должна понимать и разделять идеологию феминизма. Мужчины могут этого не делать, это не их область. У них недостаточно для этого гендерной чувствительности у многих, для того, чтобы разделять идеи феминизма. Потому что мужчину в нашей стране, я за все не буду говорить, с самого начала воспитывают так, что ты глава, ты царь, у тебя вот твой прайд. У меня есть девочка? У меня дочь, да. У меня есть девочка. Если она родилась, вы все равно воспитываете? Нет, абсолютно. Есть определенные нормы любой идеологии. Есть правила, по которым живет эта идеология. То, что есть на Западе, нам не подходит. Я вам скажу почему, и никогда не подойдет. То, что пропагандируют Штаты, Европа, у нас не будет этого. Ну вот мы не сможем это сделать, мы другие. Но нам идеологию можно подстроить под наше общество. Примерно, как вот должно быть. То есть, если в Америке феминистка это женщина, которая выбирает сама себе сексуального партнера, выбирает себе свою независимую сексуальную жизнь, и никто в это не лезет, и она для всех не становится женщиной с низкой социальной ответственностью. То в нашей стране, если женщина до безумия самостоятельная и независимая, она несчастная, она недолюбленная и так далее. Это идет, с Запада идет эта идеология, да. Но она до нас доходит, и мы ее пытаемся интерпретировать для нашего общества. То есть, мы не говорим, что там, устроите, значит, марш феминисток, там, разденьтесь все и ходите, значит, при нас голые, нет. Это стереотипы, понимаете? Ой, ну это вообще, это была просто жесткая история. В принципе, это был мой день рождения, как раз. Мы хотели вообще, это были просто, это был не феминизм, это было, это было приурочено к 8 марта. Для меня 8 марта это не гвоздики, понимаете? Это вот, когда меня начинают поздравлять с женским днем, меня это бесит. Я, это не женский день, это день, когда женщины боролись за свои права. Это не день там того, что я родилась женщиной, нет. Это день, когда я могу высказать то, что когда-то женщины выходили 8 марта. И мы приурочили это событие к 8 марта. Мы сделали карточки, мы хотели рассказать о мизогении. Мизогении это травля женщины, это научное понятие такое, которое мы хотели рассказать через академический феминизм. Мы пригласили классных спикеров, один из них мужчина, который бы рассказал про феминизм со стороны мужчины, про феминизм. Но, к сожалению, во-первых, там нас начали блокировать в фейсбуке. Кто-то стал с нами ругаться, что вы пропагандируете ЛГБТ-сообщество. Там вообще про это не было вообще даже речи близко. И нас, честно говоря, очень некрасиво подвело кафе, которое согласилось. Они нас выгнали. Выгнало второе кафе, третье кафе, которое нас приютило. Нам там выключили свет. И, конечно, вы знаете, это даже стало лучше, потому что об этом до сих пор помнят. Вы знаете, как-то мне вот кучка людей, которым что-то там не нравится, мне как-то на них все равно. Они могут меня блокировать. Меня постоянно блокируют Инстаграм. Постоянно. Вот мой Инстаграм блокирует каждую неделю. Мне Инстаграм уже написал, сказал, что мы вас в следующий раз удалим навсегда. Понимаете? Я очень хорошо умею бороться с кибербуллингом. Вот очень хорошо. Я очень долго про это говорила. Например, «Азия плюс» очень мне такой конкретный. Когда про меня сделали видео, я написала книгу. Про меня сделали видео, и там устроили такой кибербуллинг. Это была самая настоящая травля. Поэтому как-то я не обращаю на это внимание. Почему? Я родилась в Таджикистане. Я таджичка. У меня таджикский паспорт. Почему я должна из своей страны куда-то уезжать? Потому что у меня какая-то есть философия. Это люди пусть уезжают, кому не нравится. Я в своей стране живу. «Вообще, для вас феминизм это классно». Да, потому что вас не рассматривают как кошелек, как средство добычи своих целей, понимаете? Как средство получения каких-то целей. Вас рассматривают как равного человека. Вот это безобразие. А почему вам кто-то должен чистить ботинки? Скажите мне. Но это же не значит, что это правильно. Что кто-то вам чистит ботинки. Ну и вы почистите ботинки. Здесь ничего страшного. Если жена вам чистит ботинки, потому что она вас до безумия любит, и она хочет, чтобы вам было приятно, окей. Пожалуйста. Нет, конечно. Но если вы встаете утром, и у вас есть правило, да, пошла почистила мне ботинки, пошла еще, вымыла вот это вот мне все, тогда это, извините, это уже нарушение ее прав. Плюс феминистки никогда не осуждают женщин. Если женщина домохозяйка, да, пожалуйста. Но если она домохозяйка, потому что ее заставили, это уже, извините, другая история. Потом по поводу того, что там феминистки не должны смотреть за мамой, там, за папой, мужа и так далее. Есть человеческие отношения. Если у вас с женой любовь, если вы друг друга поддержите, какой бы феминисткой она ни была, я безумно люблю свою свекровь. Безумно? А при чем здесь это вообще? Есть вещи, которые несопоставимы. Феминизм, это за то, чтобы, например, я иду с вами в одно учреждение, и на меня не смотрели вот так, вот знаете, как будто бы вот я зашла тут такая вот в конфетно-букетном, знаете, виде, только потому что я женщина. У нас есть это, знаете, у нас, когда вы подходите, например, я подхожу к патрульному на улице, да, там, я говорю, нажмите на светофор, там, ну, где-то надо переходить. Он, знаете, он начинает так вот улыбаться, у него такой вид сразу, как будто бы вот, только потому что я женщина. Это неправильно. Но с другой стороны, я это принимаю, потому что это патриархально настроенное общество. Здесь ничего плохого нет. Вы знаете, я считаю, что пока, да, мать, у нее авторитет больше, очень много матриархата в семьях. Но я вам скажу, что пока доживешь до этого авторитета, надо пройти огонь, воду и медные трубы. Где вы видели авторитет среди молодой невестки? Вот вы видели такое? Чтобы ее мнение уважали, чтобы к ней прислушивались, только потому, что она только что вышла замуж, или у нее нет сына, внимание. И вот это меня всегда раздражает. Она должна родить наследника. Наследника чего? Кому? То есть у вас мама в авторитете, да, стала, потому что она прошла годы жизни с вашим отцом. Ее уважают ваши родственники и все такое. Но она же не была в авторитете у вас всех, когда ей было 19 лет, она вышла замуж за своего отца, вашего отца. Нет, конечно, она была келлинкой. У нас есть даже такое понятие в Таджикистане – келлинизация. Это курс молодого бойца. Должно пройти какое-то время, чтобы вы стали авторитетными. Я всегда это говорю. Я вам скажу, что каждый раз, когда у меня идет с кем-то спор, я говорю, что наш президент каждый раз в своем поеме говорит о роли женщины в обществе. Я каждый год его слушаю, каждый год обращения к нации, и это на самом высоком уровне. Там есть комитет по делам женщин, который я, конечно, не считаю идеальным. Они там тоже вытворяльщики, конечно, но тем не менее. И я вам скажу, что изруганные, ненавистные, плохие феминистки, активистки, юристки, журналистки – только нам всегда все надо, понимаете? Вот что-то случается, какой-то страшный кейс, где-то кого-то убивают, насилуют, где ребенка убивают. Все делаем мы. Всем остальным, которые так нас ненавидят, ничего не надо, понимаете? Это нужно поднять свою пятую точку, договориться с людьми, написать петицию, найти специалистов, отнести все это. Это все делают феминистки, журналистки, юристки, правозащитницы, активистки. Всех, кого так сильно ненавидят, понимаете? Вот ненавидят. Еще мне очень нравится, когда женщина пользуется всеми благами современному обществу. Она успешная, у нее есть карьера, у нее есть там ребенок. Она независимая, у нее своя квартира. Она говорит, я не феминистка. Но ты живешь жизнью одной, жизнью феминистки. Ты независимая, ты ни от кого не зависишь, ты ничего ни у кого не берешь. Как вот такое говорить? Я не знаю. Март Солури, это имеется в виду, как этот патриархат. Ну, да, изначально патриархат, это архаические религии. Но вы знаете, все это говорится и в исламе тоже, но все равно там же главный мужчина. По-любому. В исламе, например, говорится, а то сейчас вот я знаю, в ваших комментариях напишут, не говори про ислам, ты не в платке, ты там и так далее, вообще замолчи и так далее. У наших людей, если ты на показуху не читаешь намаз и не носишь платок, все, ты про ислам ничего не можешь говорить. В исламе вообще говорится о том, что женщина может работать, она зарабатывает деньги, это ее деньги. Мужчина в ее доходы вообще не влазит. В исламе говорится, что если ты кормишь ребенка грудью, муж должен тебе за это платить. А если ты не можешь кормить ребенка грудью, он должен найти кормилицу. Кто из наших таджиков так делает? Давайте честно, я за патриархат, но за истинный патриархат. Вот за тот патриархат, который, например, в Кувейте, вот там патриархат, пожалуйста, там женщина ни о чем не думает. А у нас неопатриархат, то есть ты живи на мои 100 долларов, которые я тебе даю, еще спасибо за это скажи, не работай, не учись и еще будь благодарна. Вот это неопатриархат. В нашем обществе, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Средняя Азия, она вся в неопатриархате, понимаете? Казахстан, знаете, у них такое же деление, как и у нас. У них очень традиционный юг и очень независимый север. В Казахстане очень в этом плане. Я не считаю наших таджиков мусульманами. Пусть меня все убьют за это и покидают в меня кучу камней. Я не считаю ислам, который пропагандирует в Таджикистане, и который здесь вот так вот на показуху все делается, как бедный КФС открылся, и все стали думать, какая там курица, халяльная или не халяльная. Пить можно, курить можно, заниматься проституцией и пользоваться услугами коммерческой секс-индустрии можно, а курицу в КФС есть нельзя. У нас двойные стандарты у нашего общества. Мешават, но должно пройти какое-то время. Все сразу не будет. Сколько лет? Очень много лет. Ничего все сразу не будет. Например, смотрите, как мы все равно подходим к тому, что у нас, например, наша молодежь очень независимая. У нас вот есть это, у нашей молодежи, вот нового поколения, поколение Z их называют. Они занимаются блогингом, они там более или менее такие, знаете, уже воспринимают жизнь через призму. У них очень такой кругозор, они ездят куда-то. То есть они не мы, да, и мы не наши родители. Например, для моей мамы мои понятия, они для нее что-то вот просто из ряда вон. Как эта женщина может быть? Я не считаю женщину, Далер, если женщины нет детей, и она не вышла замуж, я не считаю, что она не женщина. Я не считаю ее неполноценной. А в нашем обществе, если ты не вышла замуж, и у тебя нет детей, ты не женщина. Я не знаю, я жила в Европе, я вам могу сказать, что все, что говорят про европейцев, это такие стереотипы, что они не живут, что они не рожают, что они не выходят замуж. Выходят замуж и рожают, и живут. Только тонкая реакция. Просто, просто, просто. Не так, как у нас, понимаете? У них нет программы. Они не... Вот я сейчас закончила университет, сейчас я должна выйти замуж, потому что все мои однокурсницы замужем, я должна за всеми успеть. Мне уже 22-23. До 25 я должна родить, потому что в роддоме скажут, что я старородка. Я в 24 года родила, мне написали на карточке, что я старородка. В Европе такого нет. Вы можете родить в 30 лет, вам никто ничего не скажет. И в 40 лет вы можете родить, вам никто ничего не скажет. Они встают на ноги, чтобы дать что-то ребенку. Я не говорю, что они классные. У европейцев куча недостатков. Я, например, не могу жить в Европе, мне там некомфортно. Я была там и объездила очень много стран. Мне комфортно у себя в стране. Но понятия, которые есть у наших людей, надо перенимать плюсы, понимаете? А мы видим там только геев, лесбиянок, трансвеститов и так далее. Это не только так. Но я, например, заинтересовалась феминизмом, может быть, лет 6-7 назад. Да, конечно. Есть культурный центр Бактрия, там рассказывают, там есть... Я не была, но я слышала, что там есть какой-то отдел, и они рассказывают прям про феминизм. Нет, конечно. Зачем не ровно? Вот вы по мне что скажете? Нет, русский человек. Я ношу национальные платья. Я безумно люблю нашу культуру. Да, конечно. Я всегда... У меня что-то есть из Адраса или какие-то национальные вещи. У меня есть блог в ТикТок, где я рассказываю про Таджикистан, где я рассказываю про таджикский язык, про наши наряды, про традицию, культуру. Феминистка – это не женщина, я еще раз говорю, вот здесь побритый висок, здесь, значит, эракез, и она такая идет сбитый, ищет кого-нибудь побить. Это неправда, это не так. У меня очень много подруг феминисток. У меня есть подруга, которая доктор философских наук, и она рассказывает про академический феминизм. Просто нужно читать, нужно взять свой телефон, не лазить там в Инстаграме целый день, а зайти прямо в Гугл и написать «феминизм». И там выйдет Википедия, она выйдет, вот зажатый кулак феминистский. Феминистки носят очень... У феминизма очень красивый, например, цвет. Это фиолетовый цвет. Фиолетовый? Фиолетовый. Все цвета фиолетового, лилового, это цвета феминизма. Да, иногда так делают. Я, например, тоже каждый год к 8 марта там или что-то еще я могу покрасить прядь. Именно как феминизм, да? Да, конечно. Мы живем, как все люди обычно. Единственное, я дочку воспитываю просто. У меня дочка, знаете, она очень... Видимо, потому что она много времени проводит с моими родителями. Она очень традиционно настроенная девочка. Я готовлю, он готовит. Моя мама готовит. Все готовят. Да, если я... Вы знаете, я вам скажу одно, что я уже не живу со своим мужем. Да, но, но... Когда мы жили вместе, я стирала, он стирал. Если я просила и говорила, загрузи стиралку, он мог постирать. Если я грузил, если я была свободна, в настроении, я грузила стиралку. Но я человек творческий, я журналистка. Я пишу различные тексты. Я постоянно снимаю видео. И я, честно говоря, от быта очень далеко. Но я, например, считаю, что мужчина иногда может вкуснее приготовить, чем женщина. Абсолютно я просто разлюбила своего мужа. Так же тоже может быть. Я его просто перестала любить. Мы были вместе много лет, и я сказала, что я его просто не люблю. Он меня очень поддерживал. Он поддерживал меня абсолютно во всех моих феминистических мероприятиях. Да, он всегда был за меня. Мы всегда были вместе, знаете, как стратегические партнеры. Где-то, да, конечно, он меня где-то подавливал, я там где-то поддавалась. Но не из-за этого. Просто мы разлюбили друг друга. Через 10 лет прям. Да, максимум. Ну, я не думаю, что очень многое поменяется через 10 лет. Имеется в виду патриархальные установки, которые у нас есть. Вы можете не переживать. Мужчины здесь всегда будут во главе угла. Как недавно показал случай, из-за мужчин даже убивают. Убивают в нашей стране. Вон там разборки устраивают и так далее. То есть основная мысль того, что женщины-таджички, это, знаете, как это? Сейчас я правильно сформирую свою мысль, чтобы потом там не написали. Я за то, чтобы в семье была гармония. Пусть там будет главный мужчина, пусть будет главный, но чтобы никто никого не подавлял, только потому, что он половой принадлежности принадлежит другой. То есть только потому, что она женщина, она должна заткнуться. Да, вот, например, если есть какая-то ситуация или история. Потому что я считаю, что у каждого мужчину рожает женщина. И в первую очередь уважение к женщине, как к будущей матери, к будущей, допустим, может быть, не будущей матери, а может быть, она совершит какое-то открытие в этой жизни. Может, она откроет какое-то лекарство или еще что-то. Вон в Америке несколько женщин уже наградили за то, что они открыли какую-то там специальную форму вакцины для коронавируса. То есть к женщине должно быть отношение как к человеку, а не как вот там она красивая, она украшение нашего общества. Или вы знаете, как на многих вот коллективах, на многих работах женщине 8 марта говорят, вы украшение коллектива. Это, знаете, это триггер мой. Я ненавижу, когда так говорят. Украшение – это брошь. Да, вот, часы – это украшение. А я человек, я такой же специалист, как и ты. Просто я женщина. И все. Не, 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 я сама такая. Не переживайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok